На последнем пленарном заседании уходящего года Госдума приняла ряд значимых законов. Среди них законы о защите животных, об отмене национального роуминга, об обеспечении жителей труднодоступных и отдаленных территорий бесплатным спутниковым ТВ. Правовое воспитание в регионе стало темой для обсуждения участников круглого стола, посвященного 25-летию Конституции Российской Федерации. В регионе необходимо пересматривать систему выделения денежной поддержки бизнесменам. Об этом и других вопросах шла речь на очередном заседании администрации Ненецкого округа. Добро в преддверии праздника. В Ненецком округе стартовала акция «Новогодняя благотворительная фотосессия». Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирины Никешина. Здравствуйте! На последнем пленарном заседании уходящего года Госдума приняла ряд значимых законов. Так, в третьем чтении был принят закон об отмене внутреннего роуминга. Теперь при оплате клиентам услуг связи мобильному оператору будут применяться единые тарифы, вне зависимости от региона, в котором находится человек, сказал депутат Госдумы от Ненецкого округа Сергей Коткин, добавив, что это повысит доступность услуг связи для россиян и комфортность их перемещения. Парламентарий напомнил также, что страны Европейского Союза отменили роуминг в 2017 году. Еще одним законом, принятым в среду в третьем чтении, является документ об обеспечении жителей отдаленных и труднодоступных районов бесплатным спутниковым телевидением. Сергей Коткин напомнил, что в 2019 году в рамках цифровизации экономики Россия полностью перейдет с аналогового на цифровое телевидение. В то же время в ряде регионов существуют населенные пункты, куда пока технически невозможно проведение цифрового телевидения. Их жители получат в соответствии с принятым законом право бесплатного пользования спутниковым телевидением. Таким гражданам надо будет приобрести самостоятельно только спутниковую тарелку, сказал парламентарий и особо подчеркнул, что социально незащищенным гражданам ее стоимость будет погашаться региональным бюджетом. Также в третьем чтении принят закон о защите животных. Теперь запрещено умерщвлять животных под каким бы то ни было предлогом устраивать их бои, заниматься притравкой. Нельзя просто так выбросить питомца на улицу, его надо передать новому владельцу и сдать в приют. Запрещено содержание диких животных в квартирах и частных домах. Прекращают свою деятельность так называемые контактные зоопарки в торговых центрах, где животные содержатся порой в неподходящих условиях, к тому же под присмотром не специалистов. При выгуле животных обязательный ошейник, поводок и намордник. Обращение с безнадзорными животными возможно теперь только по схеме отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в прежнее место обитания. Как отметил Сергей Коткин, закон принят, но работа над документом не прекращена. Теперь необходимо принять ряд подзаконных актов, которые пропишут требования к содержанию животных в приютах, использованию животных в культурно-зрелищных целях и предпринимательской деятельности. Кроме того, должен быть утвержден список потенциально опасных собак, которые запретят содержать в домашних условиях. Правовое воспитание в регионе стало темой для обсуждения участников круглого стола, посвященного 25-летию Конституции Российской Федерации. Инициатором проведения выступила Ассоциация историков Нинецкого округа. Депутаты окружного собрания, руководители департаментов администрации, сотрудники правоохранительных органов, руководители образовательных учреждений и студенты собрались для того, чтобы обсудить основу формирования правовой культуры в современном обществе. Мы сейчас все понимаем, что в рамках 25-летия Конституции Российской Федерации мы эти мероприятия проводим. И поэтому нам как раз есть все основания для того, чтобы подвести итоги той работы, которую мы провели за истекший период и обозначить перспективные задачи. Необходимо внедрять активные формы работы по повышению правовой культуры молодежи. По мнению собравшихся, крайне важно сформировать у подрастающего поколения мотивацию к получению и углублению правовых знаний. Площадкой для такого глубокого изучения права может стать созданная при поддержке уполномоченного по правам человека в Нинецком округе Арктическая школа права. Мы представляем себе возможность делать Арктическую школу права как площадку, как ресурс для развития индивидуального потенциала Нинецкого автономного округа. Достигнуть цели возможно лишь при грамотной организации работы по повышению правовой грамотности школьников и студентов, при всесторонней поддержке педагогов и родителей. И сегодняшний круглый стол – первый уверенный шаг в этом направлении. Чтобы это стало нормой выполнять закон так, как он должен действовать, а не так, как я хочу его писать сам. И поэтому, начиная, конечно, с детского сада, со школы, затем родительская общественность, молодежь, то есть огромный охват такого правового поля, уход от определенного правового нигилизма, он, конечно, должен быть. Итогом работы круглого стола стала резолюция с рекомендациями департаментом и руководителем образовательных учреждений. На ближайшем заседании Ассоциация окружных историков ее еще раз обсудят и дополнят новыми пунктами. Впоследствии документ станет своеобразным планом для дальнейших действий в воспитании правового сознания у подростков. Ольга Руслова, Вадим Носкин, Телеканал Север. Антитеррористическая комиссия подвела итоги годовой работы и определила приоритеты деятельности на 2019 год. На сегодняшнем заседании Антитеррористической комиссии под председательством губернатора Неницкого округа Александра Цибульского, представители силовых структур, окружных органов власти и местного самоуправления доложили о проведенной работе в сфере противодействия терроризму за 2018 год. В выходящем году аппаратом Антитеррористической комиссии в НАУ проведено 4 заседания, на которых рассмотрен 21 вопрос. План работы на 2018 год выполнен в полном объеме. В целом, принятые меры позволили повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания людей в регионе, активизировать работу по исполнению требований законодательства в сфере обеспечения защищенности объектов образования, торговли и других. В ходе заседания на рассмотрение комиссии был представлен план работы на 2019 год, сформированный на основе предложений членов АТК в НАУ с учетом указаний и поручений Национального антитеррористического комитета. В следующем году будет продолжена работа по паспортизации объектов образования, культуры и объектов туристической индустрии. Также в 2019 году комплекс мероприятий по укреплению антитеррористической защищенности планируется провести на объектах транспортной инфраструктуры топливно-энергетического комплекса. 95% компаний субъектов малого и среднего предпринимательства в Ненецком округе неконкурентно способны. Они существуют только за счет поддержки из окружного бюджета, так называемых грантов, то есть не имеют перспектив развития. Поэтому необходимо пересматривать систему выделения денежной поддержки бизнесменам в Ненецком округе. Об этом и других вопросах шла речь на очередном заседании администрации Ненецкого округа. Субсидии представителям малого и среднего бизнеса в виде грантовой поддержки будут выделяться только тем предпринимателям, которые ведут свою деятельность на территории Ненецкого округа. Зарегистрированы в регионе и уплачивают налоги в местный бюджет. Верховный суд определил, что чтобы получать поддержку субъекта, не обязательно наличие регистрации в данном субъекте. Однако, по мнению губернатора Александра Цибульского, грантовая система несовершенна. Большинство предпринимателей не идееспособны. Убери региональную поддержку и компании перестанут существовать. Поэтому вопрос о предоставлении субсидий региональным бизнесменам будет дорабатываться. Потому что система, которая есть, она не приводит ни к чему. Кроме того, что у нас возникают на полгода компании, которые существуют и затем перестают существовать, потому что они не имеют устойчивую финансовую модель. А значит, это вы не дорабатываете в том числе. В ходе заседания также были озвучены итоги независимой оценки качества условий оказания услуг организациям в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания в Ненецком округе. В соответствии с поручением президента Российской Федерации в Ненецком округе с 2015 года проводится независимая оценка качества услуг. Организуют ее независимые операторы путем опроса населения как в самих учреждениях, так и через электронные сервисы. В сфере здравоохранения в 2015 году высший балл – это окружной противотубиклезный диспансер, низший балл – это Ненецкая стоматологическая поликлиника окружная. В 2016 году высший балл – также противотубиклезный диспансер и низший балл – это Ненецкая окружная больница. В 2017 году – как в 2016 году показатели. По итогам исследований формируется рейтинг организации. В его основу ложится мнение жителей. Рейтинговая оценка призвана не только выявлять проблемы, по ее результатам должны делаться выводы и приниматься соответствующие решения. Ненецкая окружная больница признана худшей с точки зрения качества, правильно? В области здравоохранения. Ненецкая окружная больница, есть служба стационарная и поликлиническая. Я начинаю с поликлиники. С поликлиники, в которую... Ненецкая окружная больница, городской поликлинике. Так что сделали? Там было недовольство, в том числе время ожидания в очереди. Учитывая недостаточность помещений, которые сегодня есть в поликлинике, мы увеличили время работы самой поликлиники. Глава Ненецкого округа поручил проанализировать результаты независимой оценки в других регионах, изучить практику учреждений, набравших высокие баллы и применять этот опыт в округе. Все ваши отчеты на бумажках вы можете оставить себе, но если люди недовольны тем, как работают, значит все эти ваши отчеты ровным счетом не стоят ничего. Итоги независимой оценки учреждений в 2018 году будут опубликованы в начале следующего года на сайтах организации. Ольга Русл, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Окружную дорожную программу продлили до 2025 года. Соответствующее решение принято на очередном заседании администрации Ненецкого округа. Изменения внесены в окружную государственную программу развития транспортной системы Ненецкого округа, которая была запланирована до 2020 года. Дополнительно внесены изменения в сведения о целевых показателях на предстоящий период. Уточнено ресурсное обеспечение дорожной деятельности и дополнен раздел о крупных, особо важных проектах для социально-экономического развития. В раздел включено строительство первого и третьего участков дороги Наринма-Русинск, средства на которые предусмотрены правительством Российской Федерации. Одна из подпрограмм дополнена двумя мероприятиями. Отдельно выделена подготовка документации по планировке территории земельных участков и техническая инвентаризация автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения НАО. Также в рамках госпрограммы предусмотрены мероприятия по предоставлению субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением дорожной деятельности в округе. В соответствии с принятым законом об окружном бюджете на 2019 год и плановый период, в следующем году на строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений планируется направить более 511 миллиардов рублей. В рамках развития дорожной инфраструктуры запланировано строительство моста через реку Кутина в селе Несь, автомобильные дороги по улице Яралово между проездом Песчаной и улице Дружбы, автомобильные дороги к станции по борьбе с болезнями животных. Министерством строительства предложено исключить финансирование 2019-2020 годов в размере 5900 миллионов рублей в связи с тем, что с 2019 года будет заключено новое соглашение согласно показателям национальных проектов, которые принимаются сейчас в Министерстве строительства. Также в следующем году запланированы мероприятия по корректировке проекта на строительство дороги Наринмар-Тельвиска, реконструкция улицы Дружбы в поселке Искателей, реконструкция участков дороги Наринмар-Красная и Наринмар-Искателей. Глава региона встретился с Людмилой Протопоповой, победительницей национального чемпионата «Обилимпикс» и ее наставником в своем рабочем кабинете. Людмила Протопопова, школьница из Наринмара, представляла Нининский округ в составе региональной делегации в четвертом национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и элит с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». Он проходил в Москве 20-23 ноября текущего года. Путевкой финала всероссийского чемпионата для девушки стала победа в региональном конкурсе «Обилимпикс» в компетенции вязания крючком. В финале чемпионата Людмила Протопопова состязалась со своими сверстниками из 15 субъектов России. По словам наставника Людмилы, педагога Галины Честнейшиной, по правилам соревнований на выполнение заданий участникам отводилось три часа. Ее подопечная закончила работу четвертой по счету, однако за качество выполненной работы жюри поставила ей наивысший балл, который привел девушку к победе. Добавлю, что делегация из НАУ в составе 10 человек принимала участие в национальном этапе чемпионата «Обилимпикс» впервые. Победители регионального этапа представляли округ в компетенциях бисероплетения, предпринимательства, вязания спицами и вязания крючком. Накануне нарядмарские представители клуба «Веселых и находчивых» встретились с главой города. Квенщики обсудили планы дальнейшего развития и популяризации молодежного движения в регионе, а также выступили с некоторыми предложениями. По словам мэра города Олега Белака, для должного развития КВН в регионе ему нужно уделить определенное внимание, а также поддержку. Все необходимые ресурсы для этого есть. Есть у нас возможности, каким-то образом, в том числе расширить эту поддержку. Поэтому хотелось бы узнать ваши потребности, какие есть для того, чтобы движение КВН у нас в городе, по крайней мере, развивалось. Чем вам помочь? Среди основных проблем, с которыми на сегодняшний день сталкиваются окружные КВНщики, это в первую очередь нехватка кадров. Впрочем, не так давно в столице Заполярья порядка 40 представителей молодежи посетили школу КВН. На протяжении трех дней ребят обучали и делились своим мастерством опытные приезжие КВНщики. После окончания курса Фридейна-Ринмарского клуба «Веселых и находчивых» пополнили 10 человек. Мы бы хотели провести еще одну такую школу КВН, если получится, может быть, даже и не раз. Потому что это все дает большой приток как по кадрам, так и у ребят складывается абсолютно другое мнение. Потому что на эту школу КВН приходим не только мы, там не мы рассказываем, там нам рассказывают. Обсудили и посещаемость самих выступлений. Дело в том, что в настоящее время все билеты выдаются на бесплатной основе. В свою очередь это неположительным образом влияет на наполняемость концертного зала. 700 человек забирают билеты, по факту приходят 400, 300 из которых это те ребята, которых мы туда притащили. Если бы мы могли делать платный вход на КВН, понятно было, что все бы, наверное, поменялось. В завершение встречи глава города Олег Белак заверил ребят, что постарается проработать планы возможного решения проблем. Помимо этого он вручил им памятные подарки. Добро в преддверии праздника. В Нинецком округе стартовала акция «Новогодняя благотворительная фотосессия». Организаторами выступили оздоровительные центры «Соляная пещера» совместно с региональным отделением Российского Красного Креста. На первом фотосети побывала и наша коллега Наталья Кислякова. У нее все подробности. Щелчок фотоаппарата в стенах соляной пещеры – редкость. Сегодня здесь благотворительная фотосессия. Виктория Сиренко в акции решила поучаствовать не раздумывая. Помогать людям, оказавшимся в трудной ситуации, и ее призвание. Чувства, которые переполняют, когда ты помогаешь людям, они просто… Ну, ни с чем не сравнить. Это такое тепло в душе, когда ты понимаешь, что твой вклад может помочь какому-то ребенку или какому-то человеку отдельному. Семья Паромовых в благотворительных акциях принимает участие постоянно. Глава семьи Сергей признается – порадовать детей, которым нужна забота и внимание – одна из главных причин, по которой они посетили акцию. К тому же, это отличная возможность приобщить к доброму делу своих детей. Это еще один повод провести вместе с семьей и в такой приятной атмосфере, как Сольная пещера, к которой мы всегда с радостью приходим. И когда есть у нас время, не так часто бывает возможность вместе где-то еще использовать и провести время. Среди участников – предприниматели и известные в округе люди. Организатор акции Юлия Акимова признается – идея провести благотворительный фотосет пришла совершенно случайно. Девушка просто узнала, что в окружной столице есть малыши, которые нуждаются в помощи. У нас в городе имеется 22 малыша, которые воспитываются в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И существует потребность в предметах первой необходимости. То есть это элементарно подгузники, смеси, прикорм, детское постельное белье, одежда и так далее. И вот у меня возникло такое желание организовать благотворительную акцию. К акции подключилось и региональное отделение Всероссийского Красного Креста. Именно они передадут собранные средства нуждающимся. Мы сами проводим очень много благотворительных мероприятий. И, наверное, мы практически живем в этом. То есть есть, я всегда говорю, есть благополучатели, есть благотворители. То есть есть люди, которые нуждаются в помощи, есть люди, которые готовы эту помощь оказать. И своим временем, возможно, может, профессионализмом или частично финансами своими. Поэтому это все замечательно. В первый день организаторы собрали пожертвования на сумму более 7 тысяч рублей. Следующий этап акции пройдет в Селеной пещере 23 декабря. С 15 до 18.00 любой желающий сможет внести свой вклад в доброе дело и, как приятный бонус, получить новогодний снимок от профессионального фотографа. Наталья Кислякова, Сергей Качиков, Вести Заполярье. Такова информационная картина к этому часу. Новости можно увидеть на нашем сайте www.trksever.ru Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска погоды – медицинский центр «Решма». Продолжение следует...